так добрый день так тут такое дело сразу у нас не добрый день у нас уже я из белгородской области так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против вы не против я не про это спрашиваю вы не против что выставляется в интернет все так вы сделаете так сейчас вправе сдвиньтесь туда еще и дальше выголу еще еще звить вот так а теперь еще а теперь отстранитесь дальше в голова все застила еще дальше отойдите а вот так нет сейчас право уйдите опять ушли вы на место вот так еще в а теперь а теперь отстранитесь назад туда отклонитесь дальше вот так все теперь будем разговаривать него опять свернули на середку. Вправо отойдите. Вправо, вправо. Ещё дальше. Сядьте прямо, чтобы вправо были сидели. Нет, вы уходите. Слушайте внимательно. Вправо. Сантиметров на 40 сдвиньтесь. Вот так. А теперь назад. Вот так. Всё на этом. Вот теперь пойдёт разговор. Не уходите никуда. Я вас слушаю. Пожалуйста. Игнатий Тихонович, я что у вас хотел спросить. Я человек, конечно, мирской. Я работаю доктором Валуйской ЦРБ. Хирургом работаю. Очень много лет. Ну, как много лет? Ну, 38 лет работаю хирургом. У меня была такая ситуация. Я одного мальчика оперировал, а родители у него в секте иеговы. И мне пришлось через суды, через чего пройти, кровь его перелить. И я его жизнь спас. Прав я был или нет? отскажите. Ну, как врач вы сделали правильно. Но воля родителей была какая? Всё. Больше я ничего не хотел у вас спросить. Дело в том, что как врач, вам не надо клятву Гиппократа. Вы жизнь спасали. Вы делали большое доброе дело. Но они могут подать на вас в суд. Да. И подали на меня в суд. Вот эти. Ну, я ходил, мне всё оправдали, но мальчик потом вырос, у него разрыв печени был, стал офицером, потом мальчик. Ну, почему это? Да, но они тоже в иеговы верят. Как это получается? Вот скажите. Ну, давайте так. Жизнь даёт Господь, но даёт через родителей. Родители властны на ребёнком, пока они совершеннолетние. Вот, вам нужно было какой порядок сделать? Сразу же обратиться к главному врачу, сразу обратиться к там, кто юрист или кто-то, если так возможность была. Это заняло бы немного времени. Но вы должны были себя обезопасить. Видите как, они еретики, они не православные. Но я тоже не хочу, чтобы мне переливали кровь. Вот когда мы ездили в миссионерскую поездку, я сделал завещание, как с моим телом обращаться, когда умрут, меня никаких частей не брать. Перевели на английский, немецкий, французский, пищатями. И с этим мы поехали до Лиссабона по Европам. Книги я развозил. Но ничего не случилось. Я наказал везти, как меня, как меня спрятать, чтобы до дома довезти. И всё обошлось. Мы должны быть предусмотрительны. в данном случае они не правы на сто процентов. Но по родительским нормам-то они как бы и правы. Они еретики. И поэтому тут надо согласовать то и другое. Я их очень хорошо знаю. Когда я сидел в лагере, там были двое свидетелей Иеговы. Один по помойкам лазил, трое, а двое хорошие были. Они не идут служить. Их сажали тогда на три года каждого. Видите как? Поэтому они мне завидовали, что у меня отношение хорошее с властью, у меня с собой была Библия, а им не давали. Вот сейчас запретили их в стране собирать они за экстремистской организацией. Это абсолютно неправильно. Я вот сейчас вчера только получил данные от юристов, думая писать Путину, генеральному прокурору и генеральный отдел юстиции в Москве о том, что государство не теократическое и они никакого вреда не делали, а это все православные попы жарят, работать не хотят. Их надо обращать за круглым столом, как царь Константин говорил, император, который дал свободу христианам. А христиане тогда пришли к власти и скорее всех врагов сажать в тюрьму. Он говорит, не надо, садитесь за стол и беседуйте. А он язычник был, перед смертью только и крестился. И вот поэтому на свидетели Иеговы сейчас так это навалились, где-то 470 у них зданий конфисковали, зал царства называется. Это все антиконституционно. Конституция дает право веровать, как ты желаешь менять веру и прочее. А им навесили звания экстремистские. А с экстремой надо бороться. Как это так? Экстремистские надо бороться. А докажи, что экстремистские. Они что, убивали кого-то? Нет. А вот не дают кровь переливать. А почему вы не говорите, как это было у Калмыкии, Элиста, город? 475 детей заразили врачи с ПИДом. Как? 475 детей заразили. И шприцы все были в пакетах, как надо, запаянные. Но, однако, это было. Да вот не переливает кровь, они умерли. Как говорят, недоказанное. Один человек умер. Все остальное вранье. Я не яговист, не свидетель Иеговы. Но они библиофоршеры назывались. Они не подчинялись ни Гитлеру, ни Сталину. Они сидели в лагерях. И самый большой процент освободились не евреи, не цыгане, не коммунисты, а они. У них есть чему поучиться. Они идут от двери к двери. Они проповедуют. Они очень дружные. Но надо смотреть открытым оком на это. Не как-то. В данном случае переливание крови. Я запрещаю мне делать переливание крови. Сколько Бог назначил. А если бы не забрели переливание крови, как до этого-то жили? Как? Они не говорят скрывать, сколько людей заразили через это. Тут надо все смотреть во свете Библии с молитвою. А когда не молятся попы, они не молятся совсем. Служба отстояла и все. А Давид говорит семикратно в день это молитвы сто поклонов. И так за день получается тысяча почти. И тогда разговор будет другой. Я вашу обстановку понимаю. Все. Другой вопрос. Еще другой вопрос. Вот про знатоуста. Некоторые вы говорите златоуст. Это мне казалось, что он русский человек. А он оказывается турок или кто там. Грек. Грек. Сто процентов грек. Жил он в 407 году умер. То есть в пятом веке. Вот патриарх Константинопольский за 2000 лет самый плодовитый проповедник. Золотые уста. Золотые уста. Так что вот его книги у него осталось 12 томов. И я их в советское время насчитал на пленке и размножил по всей стране. Я издатель. Его меня прозвали Златоустом с Алтайского края. А я видел у вас первое даже ролики первые были ролики Златоуст Алтайского края. Это они так назвали. Я себя так не называю. Какой я Златоуст? У меня нет ни гуманитарного ни духовного образования. Я все достигал на молитве. Вот мое университет. Вы же видели этот ролик? Да, конечно. Если зайдете на наш сайт там фильм называется Златоуст из Потеряевки про меня. Государственный фильм на таких бобинах снимали еще. Он занял первое место в России. И еще один вопрос. Скажите пожалуйста я вам уже пусть все знают на всей стране я работаю хирургом мне 61 год можно ли дальше работать? А вы знаете самый в книгу Геннесса занесен какой хирург был в России 101 год был он делал операции кто? 101 год не знаю Углов Углов А нет Федор Михайлович Углов он прожил 96 лет Нет нет он кажется 103 года прожил они говорили Федор Михайлович 96 лет может быть так неужели не о нем я говорю Федор Михайлович Углов там писали старейший хирург может быть как если руки дрожат уже то уже этого не хирург вы можете порезать Нет никакие руки не дрожат и еще у меня последний вопрос чтобы вам время не отвлекать скажите пожалуйста а у нас еще был один хирург который был ну как вам сказать который работал в Семперополе Семперопольский этот Война Война Яценевский Лука Лука Война Яценевский Да Война Яценевский он был просто архивандрит или как я не знаю он архиепископ был архиепископ по нашему по воинскому званию генерал-лейтенант у него была сталинская премия первой степени загной на хирургию он был главный хирург во второй отечественной войне он работал в Тамбове он получил сталинскую премию даже да я и говорю да он был вот это который написал книгу очерки гнойной хирургии да он очень знаменитый был да мне кажется так я предполагаю когда моего отца ранили под орлом или под смоленском под смоленском было его привезли руку оторвало а потом завезли там долго пока уже оторвало так а делали операцию вот так и делали в красноярске он в это время там работал как ли не моего отца он и лечил но он же тоже был изгнанником как и вы как вы под тюрьмом сидели его вообще куда-то в красноярский край туда в тюрьму да я знаю туруханская ссылка у него говорит я знаю у меня его биография есть и когда судили меня то его труды у меня были меня то в обвинение ставили тогда он был еще закрытый я его издавал да я я поглядел к нему столько паломников шли но потом я не буду вас отвлекать долго мне еще про афон у вас про афонских этих затворников хочу спросить но это потом позвоню вам так вы правее вы опять на середку правее отойдите правее наклонитесь вот так вот вот а то закрывает глаза вам так и что хотели про афонских узнать ой да очень много хотел но это не сейчас это очень много ну ладно еще что ну и все так я видите что вы не обидчивый что я скажу нет а у вас какой рост вверх сколько рост я очень вес я очень полный у меня вес 140 килограмм а рост какой рост талант имеете сердце доброе сами себя не воздержали гимнастика занимать мне идет 81 год у меня рост метр 72 64 килограмма я знаю сергей но сергей это чистый возвышенный там такое так что будьте таким вы бритвы сегодня выбросьте я вам передать даму мне я начальник детского лагеря был образованно мною 45 лет и дети бывали полные и в течение одного месяца с них все сходило вы себе поставьте один сухарь и кружку компоту все больше ничего нету и много работаете в день даже раза три пропотеть через месяц у вас эта вся дурь сойдет ну куда это годится развесил ну не годится сам себе враг мы храм божий а ты не храм божий а металлургический комбинат донецкий ладно я вам позвоню через месяц поглядите на меня ладно мы посмотрим тогда и молитесь спадите в храм к священнику православную церковь исповедуйтесь и начните приближаться на наш ютуб ходите видите все вы там найдете все а еще сайт я сейчас скину наши ресурсы и вы зайдите на сайт там мои книги у меня 43 книги и вы все найдете вы ответы получите я отвечаю студентам на 4124 вопроса сейчас их выставляю так что Андрей скажешь Сергей давай займись собой спасибо вам большое мы говорим спаси Христос спаси Христос спасибо слава Божией дорогой ну с Богом тогда мы сейчас в храм идем в храм идем сейчас аллилуйя